Севастопольские самбисты – достояние не только города, но и всей страны. Наши тренеры воспитали плеяду сильных спортсменов, которые когда-то начинали свой путь с подобных региональных турниров. У нас чемпионы Европы, Советского Союза, Сердюков, Шихарев. Дальше выиграл чемпионат мира и Европы Воловик. Каштанов был некоторым призером. Сераштанов – наши воспитанники, которые сейчас тренируют. По молодежи Тищенко, Антон Тищенко-Никита, Ефанов Иван становились победителями в первенстве мира и Европы по самбо. Так что традиции большие. Им на смену уже подрастают новые таланты. В Севастополе занимаются самбо около 400 человек. Около 200 – это только официально в спортивной школе и по клубам. Мы в том году по юношам заняли третье место на всероссийском финале, всероссийскому дню самбо. В этом году Крым стал третьим. Была призерка России по самбо Теленева, Полина стала. Призер ЮФО, чемпион ЮФО по самбо, по боевому самбо призер Южного федерального округа. Севастопольские спортсмены закаляют свой характер и совершенствуют навыки не только на тренировках, но и на соревнованиях. Возможно, на турнире, приурочном ко всероссийскому дню самбо, на ковре зрители наблюдали будущих мастеров, победителей всевозможных состязаний и обладателей самых высоких регалий. Тактика определенно решает исход поединка, но твой опыт и твоя сила от этого тоже много чего зависит. Если у тебя не получается тактика, тебе надо что-то быстро придумать новое. Власти Севастополя всячески стараются способствовать зарождению новых звездочек самбо в нашем городе. Я более чем уверен, что в принципе слово «национальный вид спорта» и слово «столица патриотической России» – это очень рядом. И как раз таки мы сейчас в Севастополе совсем другими темпами начали развивать вид спорта самбо. У нас появился новый дом самбо при спортивной школе, где еще больше деток начало заниматься. Мы развиваем проект самбо в школу. Все больше и больше школ города Севастополя подключаются и детишки занимаются в них. Помимо соревнований, приурочных ко всероссийскому дню самбо, в Севастополе провели еще один турнир – первенство Гагаринского района. Муниципальные старты состоялись на следующий день – в воскресенье 19 ноября. Антон Шлячков, Денис Александрович, Севенформбюро.